дорогие друзья я вас категорически приветствую на канале яска кухни сейчас мы приготовим самый лучший лимонный пирог на свете итак поехали в этом ролике мы узнаем откуда взялся этот рецепт главные секреты его приготовления а также секрет хорошего настроения чтобы все получилось как можно лучше и так лимонный пирог по другому еще лимонный тарт пришел к нам из английской кухни это оригинальный достоверный рецепт лучше которого я честно говоря не пробовал своей жизни главные секреты мы обсудим позже а за хорошее настроение у нас отвечает первый одесский анекдот представим себе где-то в одессе одесская мама своему взять фимач после смерти хочу быть крымирована а прах развития с балкона прямо над море мама то что вы такое говорите с моря такой ветер что не пройдет и минуты как вы таки снова будете дома а теперь ингредиенты для лимонной начинки возьмем цедру и сок 5 лимонов 9 крупных куриных яиц один крупный желток 300 миллилитров жирных сливок 30 35 процентов и 390 грамм сахарного песка для песочного теста берем 300 грамм пшеничной муки высшего сорта 150 грамм 80 процентов сливочного масла 3 куриные желтка цедра половины лимона 120 грамм сахарной пудры пол чайной ложки соли 1 2 щепотки ванилина и собственно форма которую будем эту красоту мы выпекает дорогие друзья сейчас мы приготовим самые лучшие вкусные лимонный пирог на свете отмеряем 150 грамм сливочного масла течение часа доводим до кому-то температуры то есть масло должно быть мягкой затем россиян два раза 300 грамм пшеничной муки высшего сорта освобождаем от примесей за одну мука набирается воздуха сюда же в муку вводим пол чайной ложки соли уже просеиваем что меньше потом перемешивать чтобы легче было работать с тестом масло разрезаем на 10-12 кусочков затем его воде дальше вилочки вымешиваем масло в муке у нас должна получиться такая масляно-пшеничная крошка не спешим замазывать руки пока работая вилкой если есть кухонный комбайн можно обеспечить лопатками на 3-4 минуты будет достаточно должна быть однородная кошка на эту красоту ушло ровно пять с половиной минут все мы имеем однородную крошку из сливочного масла муки и соли теперь занимаемся жидкой частью так пока мы готовим яичную жидкую часть нам нужно обзавестись цедра лимона берем половинку лимона самую мелкую терку которую есть только в доме и натираю вот эту только желтую часть белая нас не интересует один миллиметр наружной поверхности лимона половина лимона делаем еще одну заготовку что у нас в этом ничто не отвлекало отмеряем ровно 120 грамм сахарной пудры дальше работаем или ручным венчиком или миксером взбиваем желтки желтки должны быть комнатной температуры подсыпаем сахарную пудру наша задача желтках растворить сахарную пудру венчиком работаем в одном конкретном определенном направлении эту процедуру выполняем где-то на протяжении трех минут затем вводим наши ароматные пряности это цедра половина и 1 2 щепотки ванилина все смешиваем еще в течение 30 секунд затем соединим сухую часть и жидкую и в конечном итоге получим песочное тесто и у нас с вами получилось мягкое песочное тесто затем формируем колобок и в течение часа холодильнике даем ему выстояться пищевой пленки при температуре 35 градусов с тестом закончили она охлаждается приступаем к формированию лимона начинки но первое с чего следует начать лимоны хорошо моем желательно по теплой водой чтобы смыть эту парафиновую кожицу два раза с мылом самую мелкую терку которые есть в доме на не будем натирать лимонную цедру нам нужно с 5 лимонов содрать лимонную цедру а потом займемся соком лимона и так лимонная цедра готова лимон разделяем на две части специального устройства для выдавливания лимонного сока ведь очень удобно классно и непринужденно ну что остается от лимона вот лимонный сок выдавливаем сок и все 5 лимонов что мы делаем дальше мы будем раскатывать песочное тесто помести между двумя пергаментными листами так удобнее всего считаю что у нас форма 28 сантиметров и примерно три сантиметра бортики поэтому нам нужно раскатать диаметре 28 плюс 6 34 сантиметра плюс минус мы будем ориентироваться где-то вот так пока мы все это делаем вот что разогревается духовка нам предстоит рабочая температура 190 градусов духовку разогреваем минимум 20 минут раскатываем тесто примерно толщиной это будет 4 4 с половиной миллиметра делаем равномерно его толщины на всем протяжении он одинаково пропер все в духовке итак смотрим какая у нас получилась толщина ну да где-то около четырех миллиметров так что у нас получается ну да еще с большим запасом делаем очень интересный фокус смотрите берем фольгу от масла сливочного масла и натираем форму изнутри вычитываю еще одно интересное кондитерской книги нам нужно то все будет красиво выпечь и чтобы песочное тесто не деформировалась это целью что мы делаем прокалываем дно и рукой берем бумагу очень хорошо и и спинаю чтобы она была мягкая и не повредила текстуру песочного теста и на дно всыпаем посоль ну есть даже авторы которая добавляет мелой говорят что мелочь металлическая мелочь лучше проводить тепло то есть нам нужна тяжесть которая не даст деформироваться пирогу и дальше в разогретую духовку закладываем ровно на 20 минут при температуре 190 градусов и так вот пирог вот тяжесть верху на пергаментной бумаге 20 минут 190 градусов а теперь пришло время фокуса и так берем емкость примерно два с половиной литра вбиваем девять яиц затем нам нужно будет получить крупный желток как мы это делаем специальное устройство для деления белка желтка либо старым дедовским способом да либо таким это на безе или другие кондитерские изделия на безе или для получения крема яйцах нужно соединить белки желтками очень важный секрет все ингредиенты с которыми сейчас будем работать мы берем исключительно комнатная температура следующий момент если уже начинаем все взбивать размешивать в одном конкретном направлении делаем это на протяжении всего времени второй анекдот представим себе идет суд где-то в одессе судья спрашивает свидетель йосик ацман знаете ли вы что вас ожидает задачу ложных показаний конечно конечно знаю мне так и обещали новую иномарку 300 миллилитров жирных сливок 30-35 процентов продолжаем все дальше смешивать дальше всыпаем 390 грамм сахарного песка количество выверенное и свежевыжатый сок 5 лимонов наша задача все это вместе растворить делать мы это дальше будем на водяной бане нужно это все 1 растарить 2 довести до температуры не больше 60 градусов чтобы ничего не свернулась и так прошли положено 20 минут я же снимаем она нам больше уже не нужно и дальше еще выпекаем до характерного румяного песочного цвета от 5 до 10 минут при той же температуре водяная баня все это размешиваем до температуры 60 градусов как определяем температуру все очень просто есть инфракрасный термометр есть щуповый термометр он примерно вот такой вот дано приобрел показываю 30 градусов вот мы выставляем эти температуру растет 31 и 7 31 и 8 песочное тесто пропеклось теперь нам нужно что сделать дать возможность его остыть мы имеем уже практически целевую температуру а вот сейчас будут ровно 60 градусов 59 и 9 и 60 все снимаем с водяной бане для чего мы нагревали до температуры 60 градусов для того чтобы цедра лимона отдала лучшие свои ароматные качества через мелкое сито процеживаем все все правильно процежем от цедры лимона остался последний завершающий охот и хитрость идем плите плиту выставляем на 120 градусов и так плита на 120 градусов пирог немножко уже прогрелся пару минут и дальше мы не спеша аккуратно заливаем лимонную начинку что нам осталось сделать это аккуратно завести и запечь лимонный пирог теперь главная хитрость как это сделать с помощью этого термометра выставляю время на 20 минут через 10 минут уже начинаем проверять этим термометром чупом температуру температура лимона начинки должна дойти ровно до 70 градусов после этого смело плиту выключаем и даем возможность естественным образом охладиться даже если начинка будет казаться жидкой ничего страшного когда пирог остынет он приобретет свою бархатистую прекрасную ароматную вкусную текстуру до встречи в финале друзья ну что дорогие мои наступил это трогательный восхитительный сладкий вкусно ароматные обалденный момент когда хочется просто всех позвать столу чашечку кофе чашечку чая морс холодный компот кто как любит всех почивать угостить предложить самый лучший вариант лимонного пирога которая ел свою жизнь дорогие мои когда вы отведаете до вкуснятину обязательно со всем поделитесь сделайте репост социальные сети кулинарные форумы обязательно пишите комментарии вам ничего не стоит автору будет очень и очень приятно ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и свою семью приятного аппетита пока